Незначительность моего успеха у женщин всегда объяснялась тем, что я слишком их любил. Чтобы тебя чтили, надо самому себя почитать. Как можно заслужить у людей уважение, если сам себя не уважаешь? Вы всю жизнь только и делаете, что корите себя за вчерашний день и расхваливаете себя за то, каким вы будете завтра. Мы опускаемся ниже животных, когда говорим для того, чтобы ничего не сказать. Если вы действительно хотите стать человеком, научитесь нисхождению. Человеколюбие подобно чистому, целебному ручью, что оплодотворяет низины. Нет на свете уз целомудреннее, чем узы истинной любви. Унылая и убогая жизнь отцов и матерей почти всегда бывает первопричиной беспутства их детей. Я чувствовал, что если буду писать для хлеба, то скоро погублю свое дарование. Ибо оно заключается у меня не столько в искусном пере, сколько в сердце. Порождено возвышенным и благородным образом мыслей, который только один и мог его питать. Ничего могучего, ничего великого не может выйти из-под продажного пера. Недостаток памяти всегда удерживал меня на той счастливой ступени, когда знаешь достаточно мало для того, чтобы тебе все было ново и достаточно много, чтобы все было внятно. Да помилует Бог тех несчастных, кто полагает, что у них есть отчизна, а на самом деле всего лишь страна, где они живут. Признак хорошего воспитания, черта особенно привлекательная и внушающая симпатию, заключается не в стремлении блеснуть своими достоинствами, а в умении помочь другим блеснуть, самому же держаться скромно, не задевая их гордости. Хорошо исполняет свои обязанности только тот, кто их любит, а любить свои обязанности всегда могут только люди, у коих есть чувство чести. Никогда не делай и не говори ничего такого, чтобы ты не решился сделать известным всем и каждому. Когда счастье недостижимо, надо искать свое счастье в счастье того, кого любишь. Одно это и остается тому, кто любит безнадежно. Свобода подобна той грубой и сочной пище или тем благородным винам, которые хорошо питают и укрепляют людей сильных и к ним привыкших, но только отягощают, обессиливают и опьяняют слабых и изнеженных, которые к ним не приучены. Народы, уже привыкшие иметь повелителей, больше не в состоянии обходиться без них. В уединении особенно чувствуешь, какое преимущество жить с человеком, умеющим мыслить. Ах, слепцы мы, слепцы, все гонимся за химерами. Уже ли мы так никогда и не узнаем, что из всех безумств человеческих счастье приносят лишь безумство благородной души? Мы зачастую бываем более слабы, когда опираемся на кого-нибудь, чем когда рассчитываем только на свои силы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok